Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это уже третья игра в рамках турнира ФФА на четверых в моей группе. В этот раз мне досталась сильная нация, по-моему, интересная, за которую можно по-разному сыграть, арабы. Надеюсь, поэтому партия будет необычной, не похожей на предыдущие. Ну и, как всегда, напоминаю, что если игра затянется, то это видео будет разбито на серии примерно по часу, и каждая серия будет выходить через день или два от предыдущей. Также, пожалуйста, не оскорбляйте соперников моих, если, по вашему мнению, они как-то... Даже если по моему мнению они действуют неправильно, всё равно все эти комментарии будут удалены, а те, кто их оставил, забанены. Меня тоже, пожалуйста, не очень оскорбляйте. Меня это расстраивает, я плачу ночами. Итак, я играю за арабов против Бэйби Нуб, которому досталась Греция, Пафнутия, которому достался Рим, и Алви Плей, которому досталась Даня. Приятного просмотра! Поздный юнит. Интересные игры. Меня сейчас будут выносить гитарами, кто там... Ну почему, кстати, вполне можно выйти примерно в одно время, как и датчанин выйдет в свои берсерков. А было Россию мне брать. Ну, тем интереснее будет, почему нет. Да, кстати, имейте в виду, я не очень хороший хост в том плане, что рассинхроны у меня не прогружаются. Так что, если у нас будут рассинхроны частенько, то надо будет хоста поменять все-таки. Поменяем. Так. Ну, взял арабов. Тут главная задача дожить вообще до верблюдов. Место неплохое. Выглядит неплохо. Единственный вопрос, на какой холм ставить? На этот или на этот? Я бы скорее на этот поставил, просто потому, что сразу три еды. Сделаем вот так, гляну. И вот так гляну. Да. На этот надо ставить. Пафнутий уже поставил. Не знаю, обратили вы внимание, Алви Плей за Данию играет, Бэйби Нуб за Грецию, и Пафнутий за Рим. За Рим. Так, сразу надо скаутов построить. Очень важно определить, где мы. Такое ощущение, что я между какими-то двумя игроками буду находиться. Очень бы хотелось, конечно, быть сбоку. Сбоку. И с одним соседом только. Не воины, а скауты. Так, и... Лошадей. Просто я боюсь, что придется воевать на колясках. Так что... Лучше... Так, значит, Пафнутий и я поставили не на море. Не на море. Что? Ничего, я тут случайно просто на кнопку нажал. Сразу варвары рядом. Особо долго ты не гуляйте, а то я сейчас подстилю тебя. Места вообще просто пойдут. Ну, а мне с местами повезло. Хотя вначале говорили, что у арабов... Ну, не очень. Те, кто первую игру с моего ФФА смотрели, там как раз против меня араб был, вот у него хреновые места были. У меня, взято в случае, у столицы вполне приемлемо. Не фонтан, конечно, не прям вот вау, круто, но очень неплохое место. Очень неплохое. Важно выяснить, где тут рядом соперники, чтобы понять... То есть мне как можно быстрее надо выходить в верблюдов и клепать их безостановочно. Если мне дадут в них выйти, то будет просто супер. Все, все на суше поставили. Смотрите-ка, все на суше поставили. Интересно. Да, да. Как морских наценят. Как нет ей. Да, Дания, по идее, морская. Так, где... Где руины? И где соперники? И где города-государства? В общем, много у меня вопросов сразу. Хотелось бы камень добавить, потому что свиньи — еда и золото, а камень — еда и производство. Так, это кончились стримы, мне тут нельзя терроризирует этим вопросом. У меня нет. Мне тоже нет. Эй, где руинки? Ну, хотя тоже два хода построится. Скаут нормально. У кого-то производство, я смотрю. А, ну, нормально у него производство. Это у меня всего лишь на холме. Блин, где МОГГ-шка? Отлично. А где руины? О. Так. Надо побыстрее не ЭГГ-шку первому встретить, а эти руинки взять. Уже вон кто-то в руинках. Пафнути, видимо, технологию нашел. Или жителя. Нет, технологию. Так, Софию я встретил первый. О, неплохо. Здесь имеет смысл второй город поставить. У этого чуда. Кто-то вот сверху меня будет за этими городами. Я не знаю, жителя нашел. Нету всех подложителей. А, ну да, ну то-то не знаю. Просто. Ну, блин, что-то я. Ну, ладно. Медленный. Да, тут, похоже, горы. Тут, похоже, конец карты. Ну, отлично. Кто-то, видимо, вот с этой стороны мне будет мешать. И надо будет его выносить. Очень неплохо. Сейчас я вот пройду так вот по горам. И пока, кстати, выглядит как традиция, честно говоря. Так, нужны ли мне майнинг? Да. Майнинг. Мне нужен майнинг. Все правильно. О, грек. Привет, рабы. Здорово. Ну, я так понимаю, что мы друг от друга горами отделены, да? Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Чего говоришь? С тобой поднимается Да, так нет, когда у меня переход хода, это всегда так будет Всегда, когда ход заканчивается, у вас со всеми, у вас со мной всегда будет подниматься пинг Так, похоже придется все-таки в волю играть и выносить грека Хорошие У меня вообще еды нет Ну и не читай эти холмы Почему ей? Которые город не хочет обрабатывать Блин, ну тут хреново, конечно Вот если я тут город поставлю, то грек меня может хорошо обстрелить А, и тут холм, а тут холм А, и тут холм, нет, нехорошо Нехорошо Надо в волю идти и выносить грека К сожалению Я думал тут горы Он еще и на болото встал Да, блин Да, блин Да, блин запомнить он мы его не видит мне кажется блин 4 лошади всего так так слушайте а может тут вообще никого нету так 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 ты этот вопрос не смотри между нами как бы город есть одна клетка в которую можно поставить горы видишь это вверху не слева да вот вопрос и договоримся что там города не будет все хорошо то есть просто между афинами и меткой никаких городов не будет просто там и так шесть клеток между нами но я согласен мне тем более что между нами город то есть его ставить туда только если мы нападаем друг на друга а если никто нападает там мы там голимый город будет в принципе уже нам теперь с римлянным поговорить что пожалуйста кто-то запрещал не я просто ждал когда вы закончите договорятся это пахнуть и чел как договорятся будем границ думаю ты где-то снизу нет от меня скажите что-нибудь меньше громко сделывается применение ты здесь общение да да ты не слышно меня сейчас слышно я говорю от гора между нами ты за них не лезь я тебе не полезу но тот краситель заберу и всякий краситель смысл не гору не городами я буду там ставить куплю его но ниже моего города вот ты подошел это столица там не в трех клетках краситель снизу светила не и краситель я не вижу дали не считаешь да да вижу берегу сейчас зачем ты моего скаута залочил бэйби да каким образом его залочил ну вон клетки твой город купил как митир выйти это лошади он их сам присоединил так пошли там с лагерем разберемся там уже закрыт да ну ладно постою полечусь потом как мир закончится выйду через войну буду такую полу волю волю через развитие играть мне главное выйти в моих верблюдов это да я уже снесу грека ну правда конечно не обмануть может в принципе не воевать не воевать а армию строить он тоже в волю пошел просто вот на такой местности как раз мои верблюды очень в тему будут да ну так как я хоз тут такие вот проблемы с окончанием хода так взять может на плюс четыре чудес не понял а как это грек не нашел этот город он же тут шел скаутом своим обалдеть слушай бэйби нуп а ты что ватикан не встретил раз-раз меня слышно он бомбасы что ли да нет я не ходил туда блин ну ты даешь не встретил религиозный город не получил восемь мощь видел как не туда можно было вообще проходить сверху 1 проход в одну клетку так как у тебя там скаут оказался ты же как раз оттуда и шел как раз по пути был вешал по границам гор чтобы понять более-менее территории так через два хода посел так через два хода значит у нас тоже где это Tim после 中 сделал ск Wah ж так так и что мне теперь вырубку джунгля я вроде открою так что можно вырубать рабочих я лучше у софии сопру иначе просто не доведу их блин фарвары тут как-то сурово со мной обходятся ну кстати блин только из-за мрамора тут я хочу поставить тут тоже неплохо но 3 например да да ну что тут давайте копейщика я еще не первый по 1 1 1 так можно будет сходить сейчас софии дань взять прежде чем рабочего красть о блин первый раз вижу что шерепада находится посреди моря как будто крокота вот обычно то есть практически не поставить горы чтобы ее захватить а шерепада это то что надо ее тревогу еда религия 2 еды 4 веры и 2 счастья слушайте может пойти сюда все таки поставить город если я возьму сейчас 4 надо ставить и попытаться опять путь путем набожности поиграть Ой, будь здоров, Лёша Да, тут имеет смысл, кстати, город Тоже два счастья, тем более, правда Ну и деньги у меня есть купить клетки Только... И причём город можно только вот тут поставить Только вот на этой клетке, чтобы он до Шерепады дотянулся Да Надо путём набожности идти С 1997 года Двагис выпускает одноимённый электронный справочник с картой городов Кстати, это компания из Новосибирска, кто и не знал Двагис знает народные места Хитровка в Москве, Пять углов в Санкт-Петербурге Тёщин язык в Новосибирске или Домино в Екатеринбурге А в некоторых городах есть даже специальные слои Цены бизнес-ланчей, точки доступа к Wi-Fi и многое другое Важное качество сервиса, актуальность и полнота данных Справочники обновляются постоянно А недавно вышел полностью переработанный мобильный Двагис Для всех платформ Заходите на двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте Ещё построю копеечка, хочу, чтобы Мекка выросла до четырёх сначала Хотя, блин, тут... Ну, бэйби-нуб, ты не против, я сейчас через войну выйду? Что-то он не слышит, что ли, то ли у него микрофон не включен Грек, мы тебя не слышим, если ты там что-то говоришь Я говорю, выходите Выходи, в смысле Субтитры сделал DimaTorzok Да, блин, ты бы с этими варварами, что ли, разобрался Чего я не моего скаута опять атакую? Сейчас полечимся И возьмём Софии Дань Блин, первый уже Грек Ну, сейчас у меня ещё один Копейщик появится О, не хватает уже для роста О, два хода Хотя, наверное, зря Так, религия Пророк Да, вообще-то пирамидки Было бы крайне неплохо построить Поэтому давайте после охоты Ага А что Грек открывает, я не пойму Ладно Блин, у меня такое ощущение, что остальные соперники вот тут И это крайне плохо Они могут мешать Походу Грек тут один Так, Грек поселенцев строит Ты их вообще встречал в Толецке? Нет Да, что-то какие-то места Да и вообще карты Слишком интересные Он мне нравился Можно спокойно в развитие поиграть, что ли? Да, да, да Место вообще было О, отлично Всё, можно строить Пускай там стоит Скаут Производство 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 Так, пока так Как будет Сетлер С Мамбаса пойдем Дань снимем По пути лагерь Грабанем А, еще сейчас рабочего надо Стырить Ну что? Продолжение следует... Кто библу строит? По-любому кто-то строит Подпишись Кто библа Подпишись 4 и так 4 пускай лучше с золотом строится он не нашел эти руины блин да тут у грека мест тоже немерено главное опять когда построится посел не забыть переключить прокачаем скаута технология сейлинг ну дополнительный караван чем плохо ничем конечно кстати неплохой тут город будет тут производство есть еда есть считайте полтора ресурс просто это 4 счастья это еще плюс 2 чуть проблемка что он далековато от столицы она решаема потому что на него никто нападать не будет по моему только если в следующих эпохах кодом и и у и и и Так, где у нас тут лагерь, вот ко мне, а вот отсюда что-ли, блин. Челезо, конечно, тут у грека немерено. Пафнутий, вот поэтому тебе и нравится эта карта, видимо, можно спокойно библу построить, да? А чё обестроить? А почему не построить? Ну я не вижу угрозы пока, наверное, если бы я видел, я бы не строил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а Петра у меня тут возможно вообще где-нибудь? О! Так может, все-таки они тут? Потому что если бы они были снизу, я думаю, давно бы уже пришли ко мне скауты. Наверное. Наконец-то не встретил. Даня, мы от тебя справа за горами. От грека к тебе проход в одну клетку через горы. И пшеница, да, или чё? Я стою, вот видишь, у тебя два вина там, и рядом коровы. А, там одна клетка. Там одна клетка. Рядом с коровами. У нас еще одна клетка есть. Ух. Нет, тут если и будут выносить, то, скорее всего, пухнули. Я думаю... Да кто кого выносит, то будет. Ну, не знаю, пока лучше развитие у тебя. Да. Давайте-ка попробуем побыстрее, не нацколледж, пока у меня 4 города. О, блин, уже пирамиды строят. Смогу ли я его обогнать? Ну, у меня вроде производство выше. А что-то там нехило, армия копят. Кто-то? Я хожу, дань собираю. Посмотрите, сколько у меня золота. Хотел собирать дань, заодно соседу забрал ничего. Слушай, ну как я могу у тебя забрать? То есть мне реально надо город сначала под Афиной у тебя ставить. Ты же видишь, какая местность. Мы вроде договорились. Да это не он, это я. Кто, по Фнути? Да, блин. Блин. Тебя, блин. Тебя, блин. Продолжение следует... 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 Эти мне пока не нужны, потому что у меня и так дофига веры. О, блин, эх, не смогу забрать этого рабочего. О, блин. О, блин. О, блин. О, блин. Два, три, четыре, пять. Слушайте, пять городов-государств у нас тут и восемь только у них. Причем большинство как бы рядом со мной, прям ты хоть ходи и собирай дань с них. Так, ну давайте пророка. Давай, рождайся. Так, я думаю, что мириться с бан... ну, если делать союзником бандза конга нафиг надо. А вот рабочий, тем более, что мы не построили библу. Так, что он взял? Культура от плантации, хорошая штука. Так, пошли-ка лучше мрамор обрабатывать. Ну, вот видите, минус триста, потому что он зол на меня. Вот когда дойдет до двадцать девять станет, можно будет уже дань взять, попробовать, во всяком случае. Так, держись, скаут. Не, я не думаю, что убьет. Так, отличненько. Лечимся. Лечимся. Все, тут уже полечилась. София. О, уже минус пять. Кто-то ему пообещал защиту. Так, мне нужен... Это еще вылечится, наверное, и будет нормально. Можно будет дань взять. Как я так жители ухайдохал, а? Кто бы не рассказал. Дебил. Дебил. Давайте пророка, блин. Ладно. Постоим. Банзик. Банзик. Техочет и Братислава, да? Отлично. Отличненько. Что? Что? Спросить хотел. Багдад на чудес света, да? Стоять. Что? Багдад на чудес света, да? Можно я к Багдаду прогуляюсь? Прогуляюсь. Там просто счастье и все дела. А ты не увидишь чудо. Ты можешь прогуляться, конечно, но чудо ты не увидишь. Жалко. А я слышал? Да. Грек, ты не просишься у тебя, пастаюсь, полечусь тут. Жальчик. И заодно, вот это. Грек ко мне в караванах. Даже не до лагерям появится тут снизу. Так. Грек снова. Алексей, ты сейчас прям страшный сон арабов сделал. Нормально. Все путем. Ну, вообще, на самом деле, они же признают иудаизм, потому что он как бы… Все вот иудейские пророки, они все в исламе есть. Ибрагим там, Иисус, кстати, тоже у них Иса. То есть они просто считают, что иудеи и христиане туповатые не въехали, что им пророки говорили. И всякой фигней занимаются. Итак, эта серия завершена. Продолжение через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.